Поэт, спортивно-развлекательный центр, Сан-Сити. Мы говорим на языке твоего тела. Сан-Сити. Твое здоровье, твой успех. Итак, во дворце спорта имени Кабау Лука Жамкула прошел традиционный международный турнир по спортивному и боевому самбо, посвященный памяти воина-интернационалиста кавалера Ордена Красной Звезды Виталия Гордеева. И сегодня мы вам покажем финальные поединки в соревнованиях по боевому самбо. Весовая категория до 57 кг на ваших экранах. В красной куртке Зулпукар Улл Бактубек. Он представляет город Ош-спортивный клуб Алыш и в синей куртке Эрисбек Токторов, представитель спортивного клуба Лига. Кстати, этот турнир также был посвящен 25-летию вывода советских войск из Афганистана. Ну и, конечно же, стоит немного рассказать о Виталии Гордееве. Ну вот, прекрасный прием мы видим в исполнении Бактубека. Зарабатывает он 4 балла и продолжает атаковать. Итак, Виталий Гордеев был одним из сильнейших самбистов Советского Союза и входил в состав молодежной сборной СССР. Виталий начал заниматься самбо в 1977 году во время учебы в техническом училище у Николая Петровича Михайлова. Затем он показал ряд высоких достижений на республиканских и всесоюзных турнирах. Стал победителем соревнований в Москве, Рязани, Жуковском, Ташкенте. В 1979 году Виталий Гордеев был призван в армию и в числе первых отправлен в Афганистан. А у нас Бактубек пытается удушающий прием провести, но пока, как мы видим, обороняется Рязбек Токторов и не сдается. Ну и так, в 1979 году Виталий Гордеев был призван в армию и 13 июня 1980 года его жизнь трагически оборвалась в неравном бою с душманами. А у нас на болевой переходит Зулпукар Улу Бактубек, но снова не удается. Нет, вот сдался Рязбек Токторов. Все-таки удалось Зулпукару Улу Бактубеку провести болевой прием. Давайте еще раз посмотрим атаки в исполнении Бактубека. Ну а бронзовыми призерами в этой весовой категории стали Байсид Хазаралиев, спортивный клуб «Интамак» и Абдим Амад.